Баскетбольный сезон неофициально, но открыт. В четверг в спорткомплексе «Энергия» прошел первый домашний матч нашей команды. В рамках одной восьмой финала Кубка России Ивановская «Энергия» встретилась с московским «Динамо». С первых минут наши баскетболистки, уверенно играя в защите, завладели преимуществом. Первая четверть завершилась со счетом 23-17 в пользу хозяек паркета. Вторая десятиминутка прошла почти полностью за преимуществом «Энергии», но гости стремительно сокращали отрыв. За полторы минуты до конца второй четверти москвички благодаря серии быстрых атак вырвались вперед. На большой перерыв команды ушли с преимуществом в одну очко в пользу наших соперниц. Дави, дави, дави! Вперед, вперед, вперед! Третья десятиминутка больше напоминала догонялки. То одна команда выходила в лидеры, то другая. В итоге перед началом решающего четвертого периода счет был равным. Последний отрезок времени также не помог расставить акценты. Четвертая четверть завершилась ничьей – 66-66. Был провал у нас в третьей четверти, когда мы отпустили противника около 10 очков, но вернулись в игру, грамотно начали контролировать, великолепно сыграли в защите. Уже так высокие, так высокие не доминировали под кольцом, как это было в первой половине. Зато просто плохо сыграли мы в атаке именно вот в таких вот ситуациях, где надо было забивать из-под кольца. Исход борьбы решило точное трехочковое попадание наших соперниц за несколько секунд до конца овертайма. Со счетом 70-73 Ивановская команда потерпела поражение в матче. Изначально настраивались на борьбу, старались, все отдали свои силы. Жалко, что проиграли в дополнительном тайме. Работали, есть к чему стремиться. Все победы, думаю, у нас в этом сезоне еще впереди. Тактика была выбрана правильная, только реализация. Вместо того, чтобы бросать дальние броски, у нас не было пенетрации. Вместо того, чтобы здесь взаимодействовать между высокими игроками, мы отыгрывали на периметр и ждали, когда кто-то попадет за три. Тактика была выбрана правильно, только реализация была плохой. Тренер «Динамо», несмотря на победу, игрой своей команды остался не совсем доволен. Ведь его подопечные умудрились совершить 44 потери при 22 у соперниц. Один из моих давнишних друзей, тренер, говорил, «Лучше при плохой игре плюс один, чем при хорошей минус десять». Поэтому результат нас, конечно, устраивает, но игрой мы, естественно, недовольны. Выводы будем делать после анализа видеозаписи. Таким образом, в одну четвертую финала Кубка энергия не прошла. Но есть в этом и плюсы. Теперь команда может полностью сосредоточиться на чемпионате Премьер-лиги, первая игра в котором состоится 18 октября. Наталья Романова, Олег Мелехин, РТВ Иванова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова